Всем привет, друзья! Я только что с Квиз Плиза, с игры интеллектуальной, развлекательной, где наша команда заняла первое место. У меня отличное настроение, тут еще и новая серия сериала Саке вышла. Вообще все супер офигенно, и я наконец-то начал пилить видосы на канал. Вы рады, я надеюсь? Я тоже. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и так далее. Короче, давайте смотреть лучший сериал, который я видел вообще казахского производства. Погнали! Очень-очень интересно, как сейчас будут разворачиваться события, что будет с замом. Что будет с Саке? Он устал, наверное. Тут написано в жопу политику. Мне кажется, он вообще заколебался просто от этих игр. Да? Пришла. Ну, не такая уж, прям она и красотка. Только не говори, что ты влюбился, а. Здравствуйте. Азамат Грибанович, можно? Да, конечно, заходите. Азамат Грибанович, меня зовут Диана, и я председатель благотворительного фонда «Твори добро». А можно присесть? Да, конечно, присаживайтесь. Спасибо. Твори добро. Мы уже на протяжении многих лет помогаем ветеранам, инвалидам, пенсионерам. И что-то у вас как-то жарко. Да, действительно, что-то жарко стало. Может, водички? Нет, спасибо. В общем, у меня есть к вам небольшая просьба. Я не буду просить у вас денег, нам это не нужно. Но... Сам выпьет. Я бы хотела у вас попросить помещение для нашего нового офиса. В том месте, где мы сейчас располагаемся, течет крыша, и мы мокнем. Ну, а вы же знаете, что людям нельзя мокнуть. Ну, да. Поэтому нам просто необходимо новое помещение. Не поддавайся, чувак. Так. Диана, да? Угу. Вы не волнуйтесь. Как бы... Я лично займусь вашим вопросом. Вы, как-никак, хорошими делами занимаетесь. Поэтому я вам помогу. Кстати, можете записать мой номер. Наверное, будет как-то неудобно, если девушка будет записывать номер мужчины. Может быть, лучше я дам вам свой? Да-да, конечно. Без проблем. Вот. Угу. И вы сможете в любой момент мне позвонить. Пожалуйста. Угу. Ну, все. Угу. Я думаю, договорились. Я вам помогу найти помещение. Все решили. Даже не сомневайтесь. Спасибо. Вы настоящий мужчина. Ну, я, пожалуй, пойду. Ладно. До свидания. Спасибо, Мишель. Пока. До свидания. До свидания. Так-то неплохо, конечно, она себя повела. Я же сказал, я знаю, не без... Ох, ёп-моё, папа. Че без предупреждения, ассо, мэн? Как у вас дела? Здорово. Нет, все. Давайте, просидите. А че вы так? Без звонка, неожиданно. Да, вот, просто. Решил проведать тебя. Все, Рахмель. Дайся, чай, копьи. Не надо, не надо, не надо. Я копаю, нормально. А, все. Решил проведать тебя. Сам к нам не приезжаешь. Я не думаю, что мы с тебя выше крыши. Видите, даже глаза красные, не высыпаемся. Как у вас дела? Все хорошо? Ничего, ничего. Сол в базарном кезиатхан. Думаю, дай зайду, посмотрю, каким районом работает. Рахмель, Рахмель. Работаем, че? По благо народу работаем. Ну, не молодец. А почему же этот народ на тебя жалуется? Да, пап, народ вечно недоволен. Ну, понимаешь, ты же не президент. Тебе же не надо думать обо всех. Ты Аким маленького района. Тебе нужно думать о районе. Ну, и мне кажется, ты с этой должностью даже не справляешься. Пап, я не понял, вы че пошли мне на кацы читать? Раз в год видимся, и то, че-то мне. Выговариваете. Че вы мне все выговариваете? Ты почему базар закрываешь? Тот, который возле нашего дома находится? Никто его не закрывает, пап. Я делаю условия для людей. Там будет зимой холодно. Мы делаем вот эти маленькие бутики красивые. Зато люди будут довольны. Все для народа делаем. А почему тогда ты им аренду поднимаешь? И директор базара твой всех родственников туда согнал? Всех, кто там работал, всех на улицу вышвыривает. Недовольный, аренду поднимает. Это во благо народа, ты говоришь? Папа, вот вы не знаете, зачем говорите? Это частная собственность. Я не могу туда залазить и свои права качать. Ты что мне говоришь? Я в шоке. Как это не твои дела? Ты что здесь? Что с тобой здесь стало, сынок? Что я могу поделать, пап? Я ничего не могу поделать. Ты понимаешь, этот базар скольких людей кормит? Вот из-за таких решений, Саят, страдают те люди, которые там работают. И не только люди, а весь агропромышленный комплекс. По субботам и воскресеньям организовываются ярмарки. Приезжают саулов люди, привозят свои продукты. А мы еще жалуемся, что все у нас импортное. Классное дело. Все хорошо, я понял. Вот, сынок, я сижу вот и думаю, может мы с мамой плохо тебя воспитали? Что? Опять? Может быть мы с мамой недолюбили тебя, Балам? Может мало времени с тобой проводили? Ты когда стал вот таким черстым? Балам, мне стыдно за тебя. Мне стыдно сказать, что мой сын Аким района. Пап, что вы начинаете, а? Я что, просто так круглосуточно здесь работаю? Зашиваюсь. Чтоб вам было с мамой хорошо. Чтоб вы на эту пенсию не жили, понимаете? Чтоб у вас, я не знаю, крыша над головой была. Я вам что, зря квартиру покупал, что ли, машину покупал. А что, деньги с неба падают, что ли? Да, кстати, о квартире и о машине. Балам, вот тебе ключи от машины, вот тебе ключи от квартиры. Мне ничего этого не надо. Ты должен думать не только о нас, ты должен думать о народе. Хорошо, хорошо. Ну, хорошо, да, потом что? Где жить будете? Ну, как где будем жить? Алла, бараныш. Ты же знаешь, что в ауле у нас есть дом? Кстати, я этот дом построил сам, лично. На честно заработанные деньги. А вот этого, Балам, мне не надо. Забери, забери это все. Пап, что вы на меня давите? Вы вроде мои родители, вы должны наоборот поддерживать. У кого-то есть, знаешь, сын алкоголик. У вас все, район Аким. Вы не давите, давите. Ну, поверьте, Балу, что там? Что, там ни газа, ни света, там ни хрена нет. Как жить будете? Ничего, Балам, проживем. Мы что, особенные какие-то? Половина населения там живет так. Если у меня сын Аким района, я что, особенный? Нет, будем жить как все. Ты помнишь в детстве? Я ругал этих Акимов, что плохо работают, воруют. Сколько они мне кровли попили? И ради чего? Ради того, чтобы мой сын стал таким? Все. Пап, хорошо, я вас понял. Все будет хорошо, не переживайте. Давайте успокоимся. Сейчас нам принесут чай, кофе. Ничего мне от тебя не надо. Ни чая, ни кофе. Все, я пошел. Не провожай меня. Пап. Не называй меня пап. Мне и так людям стыдно в глаза смотреть. И вообще, ты знаешь, честно говоря, мне жалко, что я тебя в детстве не сдал в детдом. Позорился бы меньше. Ничего себе. Ничего себе. Сука! Родной. Родной. Отец. Родной. 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 Родникам помогали. Родникам родственникам помогали. Саседским родственникам помогали. Да блядь, всем помогаем. Всем! Вам не кажется, что главное это не деньги? Ну да, не деньги, да. Счастье в количестве. Да нет. Главное это когда близкие рядом, семья, друзья. Когда тебя поддерживают, гордятся тобой. Неважно кем ты работаешь и кто ты. Да, машины, квартиры, это же сегодня есть, завтра нет. Вообще сядь сама, что, главное человеком оставаться. Я что себя ссорила? Слушай, иди в жопу, а? Ты хреновый собутыльник, серьезно. Иди, вип-такси вызови меня. И только вип, я не собираюсь сейчас, слушай, как народ у нас ноет нахуй. Все, давай. Ладно. Кстати, вот если честно, если тебе чуть-чуть фигуру так поправить, ты нормальная соска была бы. Вообще-то выгнив моего вкуса. Ой, слушай, ты что это не понимаешь? Все, иди в жопу, иди. Только вот так наискосок иди, все равно у тебя фигуры нет. Смотри, смотрите. Ладно. Сейчас бы делов не натворить, главное. С кем бухать? Я знаю, с кем бухать. Ну, ладно тебе, че ты... Сейчас. Сейчас. Водички попью. Хорошо. Ты че ты выключаешь? Включай, не видно же. Канта! Канта! Да нет, для него это очень просто. Дай вот это. Канта! О, вот это уже интересно. Канта, пожалуйста, можно я объясню? Да ничего не надо объяснять. Че тут непонятно? Мало того, что ты мои просьбы не выполняешь, еще мою девушку чехолкуешь. Жан, 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 я щас все объясню. Да ты заткнись, сука. Мы с тобой потом разберемся. Канта, Мэнтей, пожалуйста, я скажу, можно? Канта, Канта! Ай, пожалуйста, Канта! Канта, пожалуйста, вы гни. Блин. Ты че, больной, что ли? Блин, конечно, на самом деле. Тихо. Алхана, здравствуйте. Не, 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 как у тебя нажалишь. Сейчас. Да, конечно. Хорошо, скоро буду. Ага. Может, это вещи? Зачем? Я не знаю, зачем. Откуда я знаю? Я вообще, что ты здесь лежишь? Ты же должен за своим канатиком лежать. Что ты изменяешь ему? Ты что, больной, что ли? Ты меня сам сюда позвал. Придурок. Свет, сама ты еще? Быстрее, быстрее, быстрее. У-у-у, что за маршрут? Капец, как ты в жопе живешь, а? Ну, далековато от центра. Все нормально? Я не простоя. У тебя в паде есть жопа воня. Кузымашка, ты что там, бомжей убиваешь? Или что, они там срут, сут, бастух, сут, разберись. Разберемся. Вы для этого пришли? Нет. Я, короче, мы же все хвоили. Да. А, бухать мне не с кем теперь. Этот жараж же, он раньше как бы родным же, типа, был. Теперь видишь, что он сделал. Гнилой, какой-то, гнилой. Ты, у тебя есть родные там, что-нибудь? Ну, в принципе, родных нет. Да, и друзей не так много. Ну, правильно. Кто с тобой дружит будет? Ты же не пьешь даже. А кто на главу службе не пьет, с тем своим договорись. Ушла? Ну, да. А, шутер. Не, родные я имею в виду. Жена, дети. Нет? Ну, жена у своего. А что ты от нее? Так сказать, ушла от меня. Ушла? А еще ушла. Да, и, говорит, с моей должностью мы, как минимум, в коттедже должны жить, а не вот так вот. Не, ну, она по-своему права, типа, мыль, на тебя здесь жопой воняет. Если честно, я смотрюсь, я раньше вас презирал, а вы сейчас какая-то изменились. Я даже уволиться хотел. Уволиться? Сам. Вчера, куда ты пошел? Куда? Кто бы тебя на работу взял? Я бы нашел к себе работу. Вот ты конкретно хрен нашел. Ну, точно на госслужбе не нашел. Такие, как ты, правильные красавчики. Нам на госслужбе не нужно. Зачем вы же систему портите? Вы людям будете мешать зарабатывать деньги. Понимаешь? Да, благодаря вам держится система, да? Вы правильные, все правильно делаете. Это да. Ну, короче, в жопу эту политику, да, бухать. Да? Будем бухать? Да. Ну, кого бухать мало. Ты есть что-нибудь? Сейчас рассмотрю. Ну, Савет Саматович, только такое. Нет, такое не буду. Ты что, дурак, что ли? Потому что дешевое? Ну, это потому что я сдохнул отравлением. И дешевое тоже. Ладно. Давай, одевайся, пойдем. Сейчас будем магазинчик и ларьки трясти. Савет Саматович, вы на часы посмотрели? После 11 нам алкоголь никто не продаст. Ты что, угораешь-то? Я районный Аким. За. Все, вперед. Ну, вы же сами задание дали, райд провести. Я бы от тебя тоже ушел, гублядь. Давай, открывай. Слушай, интересный ты человек. Почему, когда? Это не комплимент тупицы. А вот датубица как раз подойдет. Так скажи мне, почему ты так долго выполняешь мою пост? Так у нас еще два дня жизнь. Ну, ничего не. Я тебе напоминаю. Ты же у нас безответственный. Ну, Канта, вы же видите, я максимально стараюсь подставить этого конченого Саята. Просто он скользкий, все время выскальзывает. Ну, вы не переживайте, мои ребята тоже двигаются. А кто именно? О? Ага, простите меня, пожалуйста, а? Че? Жалко его, да? А хотя на его месте может оказаться любой. И в том числе ты. Ханта, а? Я прошу вас, пожалуйста, дайте два дня. Я клюнусь, все будет чики-пуки. Конечно. Конечно. Иначе я сделаю тебе чипу-пуки-чипу-пуки. Короче, Талгат, это твой последний шанс. Ты гомонишь этого Саята, ты поставишь мне 300 штук. За ожидание. Но если в этот раз ты понюшь, то... Ладно. Поставишь мне 300 штук. А с Саятом я сам разберусь. По беспределу я ее пущу. Ты мне понял? Да, понял. Ну, иди. А с... А, мам, как? Вытащи его. Он мне нужен, как гарант. Грант? Не грант, тупец, а гарант. Так сказать, залог. Все, о свободе, иди. Талга. Помоги! Помоги, пожалуйста, по Талгу! Помоги! И че? Ну? Сколько у него рекорд? Все. Восемь секунд. Мало. Давай еще поработай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Офигеть. В общем, мы полностью прошмонали этого Саята. Джарда Сакенович. И я вот что скажу. Видимо, он не первый год работает на госслужбе. Че у него, состояние целое, что ли? Нет, наоборот. Я же говорю, не первый год работает, на нем практически ничего нет. В смысле? Ну, есть у него двухсотка. Так. Ну, она оформлена не на него. Есть коттедж в районе гор. Там вообще непонятно на кого оформлен. Есть трехкомнатная квартира. Тоже не на него оформлена. Ты хочешь сказать, что он по документам бомб, что ли? Нет, у него есть все-таки одна квартира. Масей, что за квартира? Душка, семьдесят восьмого года, в нашем районе. И то она в залоге сейчас. Еще я его депозит проверил. Там всего лишь семьдесят тысяч. Я не понял. Че ты хочешь этим сказать? Нахмена ты мне все это говоришь? Ты че хочешь, чтобы я его пожалел, что ли, а? Мне факты нужны конкретные. А ты мне тук-тук какой-то говоришь, блин. Нет, вы же говорили пробить за него. Вот я и пробил. Навальный тебе нужен. Ты не пробил. Ты затупил меня тормозно. Иди, работай. Принеси мне то, за что можно его за яйца схватить. Иди, работай. Понял, шеф. Информацию подробную предоставь. Подожди, эй. Всему вас надо учить. Найди подрядчика, с кем работает Саят. У них стопроцентно по работе есть косяки. Обязательно возьми его за жаброй. Он обязательно выдаст нам Саята. А там мы с ним. А он и так его будет... Как надо отработаем. Че, ясно? Эй, ясно, ясно. Не верми. Еще не больше. Стрельмите. Саят Саматович, здесь все, что вы просили. Все, все, оставь, пожалуйста. Слушай. Купи холодные минералы, ладно? Потом, не забудь, на 12 часов собери мне всех подрядчиков. Скажи, это срочно не обсуждается. Хорошо. Все, можешь идти. А, подожди, кстати, вчера я ничего лишнего не наговорил? Да нет, нормально все. Если не считать того, что вы меня в жопу послали. А, ну это нормально. Нормально. Ладно, все, давай, иди. Здравствуйте. Доброе утро. Вы звали? Да. Че, у тебя как-то нормально все? Нормально все? Вы как? Как видите, башка болит. Слушай. У меня поручение есть к тебе. Угу. Мы же всех замокинок убрали, уволили. Тебя на новую команду собирает. Поэтому, ты давай там по кадрам реши, чтобы как раньше не было, через соки, боки, через телефоны, там, я не знаю. Нам нужны такие, которые, чтобы пахали, как ты. Хорошо? Поэтому собеседование сам под свой личный контроль. Понял? Понял, шеф. Решу. Все, давай. Ну, подожди, подожди. Чуть не забыл самое главное. Я здесь подумал. Мне кажется, тебе надо покинуть пост зама Акима по благоустройству. Хорошо. Если вы так решили, то без проблем. Я думаю, так будет правильно. Саня Саматрич, они опять спрашивают, когда новая серия выйдет. Я здесь подумал. Мне кажется, тебе надо покинуть пост зама Акима по благоустройству. Если вы так решили, то без проблем. Я думаю, так будет правильно. шикарная серия просто топ вообще прям прибалдел очень круто все прям с самого начала так она в самом начале был диалог с этой девчонкой неплохо она себя поставила конечно но платье можно было хотя нет нормально все нормально вот хорошенько такая белая пушистая девушка блин а за мат он конечно наверное купится все-таки на нее возможно так очень крутой диалог с отцом очень сильный очень сильный момент сцена ничего не буду говорить конечно по поводу того как там он себя вел короче ну много лишнего мне кажется эти повышенные тона были я думаю совету все-таки но он извините извиниться возможно может нет ну стоило бы короче очень крутая сцена с отцом прям топ классный переход был на то что он уже бухает типа вообще прям классно но хотя нет обычно так с кем позу поболтать типовой побухать и сцена ну вот это конечно сон был печально очень круто шокировал у меня прям конкретно я вообще охренел вот это очень круто было диалог хорош был с азаматом но он там конечно лишь кону по поводу вот как раз таки системы правильных людей но это все по пьяни уж конечно и тот наверно мне кажется понял то что он на самом деле ты не особо и не изменился после его фразла он хоть закрыл он тему очень крутая сцена на на крыше жаль конечно что что он ему поблажку дал типа я сам разберусь с аятом а ты мне только 300000 они 300000 по сути это не так много наверное для него в принципе роскошно живет друга ну его не могу сказать что жалко ну может как то чуть-чуть вот жука вообще не жалко было бы так здесь все по моему сказал очень крутой короче антагонист этот ой антагонист а да антагонист ну злодей типа чуваки которые копают там что-то ну блин вам навальный нужен натуре он вообще все по полочкам раскидал бы чего где на кого оформлено почему и так далее ну таких проблем бы не было чего у нас получается эти захотят связаться с подрядчиком выйдут на него тому как раз нужна помощь и тут еще саят всех подрядчиков зовет возможно он не просто так зовет как оказалось типа он уволит азамата то есть ну это место он освободит по благоустройству и тем собственно уже будет проще работать блин вообще короче ну сложно что предположить что-то чем хочет от подрядчиков но по-любому сказать все я освободил его от должности дорога открыта я говорил вам потерпеть все дотерпелись так далее но возможно уже будет поздно что будет с азаматом фиг знает вообще что будет в следующей серии не знаю но вот градуса и уже все повышается повышается это прям вообще очень топовая надеюсь следующее будет также очень крутой вообще супер супер я я доволен как вам серия как вам реакция пишите в комментариях ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны спасибо за внимание всем пока check it out